Чемпионат Азии Во время матча теннисный мяч, когда отлетает от теннисного стола, он не куда-то девается, а его берут, собирают в корзинку и отдают суде. Этой функцией занимаются специальные болбои. Болбои, да, правильно? Да, правильно. Здравствуйте. Как вас зовут? Вы болбои, да? Меня зовут Хазбик Би. А вас? Лиза. И вас как зовут? Жулдыс. Вот вы болбои. Вы сами, наверное, теннисом занимаетесь, увлекаетесь, да? Да, я уже занимаюсь три года. И как вам нравится эта функция болбои? Да, можно увидеть, конечно же, чемпионов, с которыми мы хотели увидеться. Скажите честно, вас заставляли сюда приходить? Нет, конечно. Это вообще классный опыт видеть чемпионов сблизи. Еще за кулицами ходить и фоткаться с ними, это вообще реально классно. Да, у вас самое выигрышное положение, даже у тех, кто в ВИПе сидит, вы очень близко к теннисному столу, вы видите, как ваши кумиры играют, наверное. Кого уже из чемпионов успели увидеть? Мы увидели всю женскую сборную Японии, Китая, брали автографы у Японии, вот так, сфотографировались. Особенно Тамаказу Харимото, это чемпион, вот его вживую увидеть, это вообще классно. И его сестренка, Мива Харимото, ее вообще сблизи увидел. Вообще, как у вас настроение, как вам чемпионат? Чемпионат, по-моему, организован на высшем уровне. Хотите стать чемпионами олимпийскими? Это, конечно, это мечта моя. Конечно, да. Вы из Астаны, да, правильно? Да. Все, спасибо вам большое, давайте пять. Удачи вам, спасибо вам за ваш труд. Болбой! Болельщиков с каждым днем на чемпионате Азии все больше и больше. Сегодня мы хотим провести такой блиц-опрос среди болельщиков, задать им такие вопросы, касаемо настольного тенниса. Что они знают, а в подарок мы им дадим такую продукцию, блокнотики и так далее. От национального теннисного центра и от организаторов чемпионата Азии. Здравствуйте! Как вас зовут? Меня зовут Аян. Даниил, давайте ответите на пару вопросов, а вам будет подарочек. Если правильно ответить только. Все, хорошо, давайте. Первый вопрос. Какая страна считается родиной настольного тенниса? Родиной является Англия. Второй вопрос. Сколько матчей нужно выиграть, таймов нужно выиграть, чтобы победить? Получается, до трех побед игра, три тайма. Какой диаметр у стандартного мячика? Плюс сорок. Я вас поздравляю, вы ответили на все вопросы буквально правильно, поэтому в подарок мы вам даем такой блокнотик специально от организаторов, брендированная продукция чемпионата Азии. Сюда можете записывать свои мысли, брать автографы у своих кумиров. Вы занимаетесь настольным теннисом, да? Я любитель настольного тенниса, да. А как вам чемпионат? Нам очень нравится все. Посмотрели финал Кореи, получается Китай, и очень понравилось. Организация прошла прям, ну, смотрю, очень классно. А вы откуда приехали? Город Туским-Нагорск. Здравствуйте. Как у вас дела? Очень хорошо. Готовы ответить на несколько вопросов? Готов. Так, кто является самым титулованным игроком по настольному теннису? Валднер. Из какого материала делают современный мяч для настольного тенниса? Из пластика АБС. Сколько игроков участвует в парной игре по настольному теннису? Четыре. В каком году настольный теннис стал олимпийским видом спорта? В 92-м случае. Так, правильно ответ в 1988. Но все равно вы молодец, вы много знаете. Как вас зовут? Олег. Так, Олег, мы вам вручаем подарочек. Это брендированный блокнот от организаторов. Специально на память вам. Вы откуда приехали? Из Кемерово, из России. Вы приехали из Кемерово. Вот вам подарок из Казахстана на память, чтобы вы помнили о чемпионате Азии. Спасибо большое. Давайте первый вопрос. Кто является самым титулованным игроком настольного тенниса? Ну, там Китай вроде бы идет самым первым. А игрока знаете имя? Не знаю, не знаю. Так, первый вопрос уже неправильно. А вы сказали, знаете, увлекаетесь настольным теннисом. Так, сколько игроков участвует в парной игре по настольному теннису? Ну, за одну команду или за две сразу? В полной игре? В полной игре? Четыре. 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 Правильно, молодцы. Так, какой основной цвет используется для официальных теннисных столов? Синий, черный. Да, синий, черный. Правильно, синий, прям как цвет твоей кепки. Так, сколько секунд дается на подачу в настольном теннисе? 60 секунд? Нет. Не знаю, да, 10. Правильно, молодец. Поэтому, так, сейчас мы вам вручим продукцию от наших организаторов. Держите. Тебе ручка. И тебе ручку. Будешь с этой ручкой брать автографы у своих кумиров. Все. Давай. Как тебе чемпионат? Хорошо. Круто. Откуда приехали? Ну, отсюда мы здесь живем, в Астане. Сами, в Астане. Кто ваши кумиры в настольном теннисе? Ну, Кирилл Герасименко. Вы за наших чисто болеете, да, за казахстанцев? Да. А почему Кирилл Герасименко? Ну, мне нравится его игра. Подачи. Подачи, красивые. Ну, вообще, все эти теннисисты, которые сейчас участвуют на чемпионате Азии, у них вообще все красиво. Подачи, как они принимают. Как они хорошие с вами. Да. Все, давайте, пока, удачи вам. Будете чемпионами? Да. Надеюсь. Обещаете? Наверное. Давайте, пока. Спортсменов из 26 стран Азии обустроили здесь, в Астане, в двух гостиницах бизнес-класса. Мы сейчас в гостинице Hilton Garden in Astana. У нас есть такая уникальная возможность посмотреть номер, в котором живут спортсмены. Сейчас зайдем в номер, нажимаем, дверь открывается. Заходим в наш стандартный номер. Конечно же, в номере самая важная часть – это кровать. Две большие кровати для наших спортсменов. И вот такой вот большой телевизор. Наверное, тут они смотрят своих соперников, их игру, как они играют. И большое зеркало для того, чтобы фотографироваться для Инстаграм, наверное. В уборную проходить не будем. Вот есть такой вот шкафчик. Здесь могут они погладиться, положить свои вещи. Мы бы хотели огромную благодарность выразить Федерации настольного тенниса, потому что организация, действительно, мы к любому болельщику подойдем. Все оценивают на 100 из 100. И хотелось бы у вас спросить, как вы думаете, насколько сейчас настольный теннис у нас развивается в Казахстане? Потому что мы подходим к болельщикам. Много тех, кто увлекается, кто любители, кто там мастер спорта, кандидат в мастера. Как вы думаете, как у нас настольный теннис развивается в стране? Ну, действительно, настольный теннис в стране у нас очень динамично развивается. На сегодняшний день у нас порядка 240 тысяч занимаются систематически настольным теннисом. Из них порядка 9 тысяч тренируются на ежедневной основе, с которыми работают порядка 350 тренеров. У нас открыты во всех 17 областных центрах и трех городах республиканского значения. Это областные федерации, отделение настольного тенниса, детская юношка спортивная школа, переизбранные первые руководители. На сегодняшний день у нас в стране построено 10 центров настольного тенниса. Еще планируется в следующем году узнать несколько спортивных объектов. Открываются клубы настольного тенниса, привлекаются тренера, консультанты из зарубежных стран. Помимо этого, на сегодняшний день у нас в клубном Чикагостане участвуют 77 клубов. Это в пяти лигах. На следующий год мы планируем открыть еще шестую и седьмую лигу. Это в первую очередь говорит, конечно, о популяризации, о разбитии вида спорта. Представители нашей федерации получают новые должности. Вот, допустим, президент нашей федерации, Данил Руслан Мышев, Булгазин, является вице-президентом Азиатского союза настольного тенниса. Елена Сергеевна Дружкова, представитель Международной федерации настольного тенниса. По судейской линии сейчас работаем тоже в состав членов судейской коллегии, тоже наши представители, я думаю, в следующем году уже будут. Потому что тоже это очень немаловажно. Выключаем меморандумы о сотрудничестве с телеканалами, с спортивными и зарубежными академиями настольного тенниса. Учредили стипендиальную программу. Мы уже третий год подряд 20 регионам. То есть каждому тренеру с каждого региона, с 20 регионов, мы оплачиваем стипендию, скажем так, заработную плату. Это как идет поддержка нашим тренерам. У вас такие грандиозные планы. Желаем вам больших успехов, чтобы настольный теннис у нас в стране развивался еще больше, а он развивается. У нас был исторический успех. Я напомню, седьмое место мужская сборная заняла среди 24 стран. Мы буквально вошли в топ-7. Данил, желаем вам успехов, удачи. Спасибо большое, что дали нам интервью. Спасибо большое, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok